Лавочки во дворе подождут. С программой 50+. Мы обычно за внешностью следим, каждую морщинку свою замечаем и боремся с ней, не жалея силы, скупая все возможные кремы и маски. Но не думаем порой о том, что происходит внутри нашего организма. Ведь не только лицо течению времени подвержено. Врач-гинеколог-эндокринолог Ульяна Подгорная объясняет, от уменьшения выработки женских гормонов, которые наступают с возрастом, зависит работа всего организма. После 35 лет начинается медленное рассасывание костной ткани. Апогеем являются остеопороз и остеопения. Остеопения – это уменьшение костной ткани. Остеопороз – это уже разрушение. И особенность этого процесса в том, что не созданы препараты, благодаря которым вырастают новые остные балки. Мы можем укрепить только имеющиеся и можем остановить процесс. Также без женских половых гормонов усвоение кальция и укрепление костной ткани течет гораздо медленнее. Дело в том, что женщины ближе к 50 годам начинают страдать дефицитом эстрогенов. Женщину может многое не беспокоить. Остеопороз подкрадывается тихо. А из-за удаления женских половых органов, без которых бывает не обойтись при некоторых заболеваниях, порой и в молодом возрасте, негативные процессы в организме начинают развиваться еще быстрее, говорит врач. Потеря костной ткани идет такая, как будто множественные метастазы в кости идут. То есть ежегодная потеря костной ткани достигает при удалении яичников до 40 лет, до 17% в год. То есть это фактически инвалидизация, если ничего не предпринимать. Гормональные таблетки могут только уменьшить процесс потери костной ткани, но не остановить его, а ждать изобретения эликсира молодости нет смысла. Он, говорит подгорное, уже есть. Множество научных экспериментов проведено, которые доказали. Сохранить молодость помогут занятия физкультурой. Причем, кроме заряда бодрости, тонуса всех мышц и хорошего настроения, спорт учит и другим полезным навыкам, говорит Ульяна Подгорная. Давно уже говорится гинекологами-эндокринологами, что после 50 лет женщину надо учить правильно падать. Потому что любые травмы, падения приводят эти хрупкие косточки к серьезным поломкам. Поэтому для того, чтобы хирургам было проще спасать таких пациенток, надо не только принимать гормонозаместительную терапию, но также учиться правильно падать, укреплять свои мышцы. Мышечная нагрузка не только стимулирует иммунитет, но и способствует активизации выработки гормонов надпочечников, которые тоже защищают женщины от остеопороза. Бороться с болезнью в наших силах, но тут главное не перестараться, советует врач. Но надо понимать, что все в этом мире должно быть разумно. Большая физическая нагрузка, она дает какие-то дополнительные риски. И в этом случае мы рекомендуем не активные движения, а скорее всего гимнастику. Йоговскую гимнастику, дыхательную гимнастику в сочетании с физическими упражнениями. И, естественно, лучше всего работать с личным тренером, который будет контролировать процесс. Это первое. И второе – будет учить. Прежде всего, правильно падать, правильно вести себя. Рекомендует Ульяна Подгорная также скандинавскую ходьбу, легкие пробежки и, конечно, гимнастику по утрам. Тем более, что доказана правильная физическая нагрузка и от морщинок способны избавить лучше всяких косметических салонов. О том, как осуществить свои мечты, когда тебе за 50, рассказывала Мария Кожевникова.